МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Методов борьбы с COVID-19 – переливание плазмы, метод лечения, не гарантирующий стопроцентного выздоровления, но снижающий количество осложнений и продолжительность болезни. Сезон фонтанов в Бресте открыт. В этом году будут работать 10 фонтанов. Один из них – новый, плавающий. Создаем себе хорошее настроение и мыслим позитивно. В эфире итоги недели. Говорим о главном. Беларусь отметила День весны и труда. Хороший повод подвести итоги работы. Главный из них – Брестская область признана победителем соревнования за 2019 год и занесена на Республиканскую доску почета. Такого признания регион удостоился за наилучшие результаты в выполнении показателей социально-экономического развития. Своих лидеров в канун празднования 1 мая назвали и на обрещении. Это предприятия и организации учреждения культуры, образования, спорта. На областной доске почета сегодня люди, которые носят высокий статус Человек-года. Но нестабильная эпидемическая ситуация изменила формат проведения церемонии награждения. Имена и учреждения предприятия названы, но сами торжества перенесены, так сказать, в виртуальный формат. Корреспонденты БУК-ТВ будут знакомить вас с лауреатами конкурса в своих сюжетах. В большом списке системы здравоохранения в этот раз будет представлять Брестский областной эндокринологический диспансер. Самый маленький коллектив учреждения здравоохранения области оказался по итогам 2019-го самым успешным. О буднях службы подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Что такое сахарный диабет и какие виды заболеваний щитовидной железы существуют, человечество, к сожалению, знает давно. Сегодня работа медиков областного эндокринологического диспансера сконцентрирована на двух аспектах – ранней диагностики и эффективном лечении. Для этого доктора постоянно повышают свой профессиональный уровень в рамках стажировок. А за счет участия в проектах международной технической помощи и поддержки Министерства здравоохранения совершенствуется материально-техническая база. Как итог – высокий результат – передовое качество обслуживания. Учреждение здравоохранения с совершенно маленьким штатом, но выполняющее огромные задачи, мы оказываем помощь огромному количеству пациентов. Когда-то в 1959 году, когда был создан впервые противозобный диспансер, принималось чуть более 12 тысяч пациентов. Сегодня мы принимаем около 40 тысяч пациентов в нашем диспансере. Кроме того, мы оказываем консультативную помощь всем учреждениям, областным учреждениям нашей области. У нас есть передвижная диагностическая лаборатория, которая такой выездной характер работы. Она курсирует по всем регионам Брестской области и на месте выполняет скрининговые исследования, заболевания щитовидной железы, занимается диагностикой сахарного диабета. Заболевание лучше предупредить, чем после лечить в тяжелой форме, уверены специалисты эндокринологического диспансера. Поэтому особый акцент делается на раннюю диагностику, в частности заболевания щитовидной железы. Да, количество людей с таким диагнозом в Брестской области растет, но цифры эти, как правило, отражают лишь то, что качество оказания первой помощи выросло. Доктор может раньше увидеть предпосылки проблемы и оперативнее помочь человеку. А благодаря современным технологиям и высококлассному оборудованию, которое стоит на вооружении диспансера, все проходит качественно и быстро. Все должно быть сделано вовремя, хорошо знающими специалистами, да, и самое главное – правильно интерпретировать. То есть сейчас очень активно ультразвуковая диагностика используется, поэтому у всех достаточно богатый опыт и большая практика, и много все все видят и все хорошо знают. Тем более мы сконцентрировали ультразвуковую диагностику щитовидной железы здесь у нас, потому что мы пунктируем узловые образования. То есть идет по месту жительства фактический отбор пациентов с узловой патологией, эндокринологи отправляют к нам до обследования, и мы уже здесь, если есть показания для пункционной биопсии узлов щитовидной железы, то мы проводим пункционную биопсию. Главный помощник эндокринолога в вопросах диагностики сахарного диабета – лаборатория, где уровень сахара в крови определяют особые анализаторы. Их чувствительность распознает данные за считанные минуты. Отдельные группы исследований делаются за день. К сожалению, такие ресурсы не всегда доступны в районах. Именно поэтому брестские эндокринологи нередко выезжают мобильными группами на консультации по всей области. А на следующей неделе в арсенале медиков появится новый автомобиль – передвижная лаборатория. Для этой передвижной диагностической лаборатории, которая у нас есть в области, будет закуплен с помощью спонсоров новый автомобиль. Унтразвуковое оборудование мы планируем тоже получить по грантовой помощи, если выиграем в конкурсе, конечно же. Поэтому это позволит сэкономить бюджетные средства и выделить их на другие, более важные цели и задачи. Успехов у докторов областного эндокринологического диспансера достаточно для того, чтобы считаться лидерами в регионе. И пусть сегодня коридоры учреждения практически пусты, ситуация с COVID-19 стала для многих поводом отказаться от посещения врача и остаться дома, самосовершенствование продолжается, чтобы как только все разрешится, включиться в работу с новыми силами и знаниями. По данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 12 часов 2 мая в нашей стране зарегистрировано 15 828 человека с положительным тестом на коронавирус. Прирост за последние сутки плюс 911 случаев. Такое число заболевших объясняется большим количеством сделанных тестов – 195 430. Ученые и медики всех стран продолжают искать лекарства от нового вируса. Одним из методов борьбы с COVID-19 стало переливание плазмы. Ее сейчас используют во многих странах, в том числе и в Беларуси. Такой метод лечения не гарантирует стопроцентного выздоровления, но заметно снижает количество осложнений и продолжительность болезни. Особенно в комплексе с другими методиками лечения. Подробнее о том, как это работает и что значит плазма с иммунитетом, узнавала Ирина Кузьмич. Один из способов, который врачи и ученые активно применяли в борьбе с предыдущими эпидемиями, такими как Эбола, свиной грипп, испанка и другие, переливание донорской плазмы вылечившихся используют и сейчас. Результат не всегда положительный. Плазма переболевшего работает по принципу пассивного иммунитета, но количество смертей становится значительно меньше. Антитела доноров помогают справиться с вирусом другим пациентам, которые переносят инфекцию в тяжелой форме. Брестская областная станция переливания крови пока не занимается забором иммунной плазмы, но в скором времени начнет. Со следующей недели в нашем учреждении планируется заготовка нового вида плазмы, плазма иммунная антиковид-19. Данная плазма является компонентом крови, который содержит антитела для лечения пациентов больных инфекцией ковид-19. Иммунная плазма антиковид-19 назначается по назначению лечащего врача или консилиума врачей и применяется в качестве дополнительного метода лечения. Брестская областная станция переливания крови работает в штатном режиме. Забор крови и плазмы, но не иммунный, здесь осуществляют постоянно. Специалисты станции работают быстро и профессионально, при этом соблюдают новые правила, которые внес коронавирус. Маска, перчатки, дистанция и обработка дезинфицирующими средствами всего, чего можно коснуться, сегодня нерушимые правила работников медицинских учреждений. Получить плазму с иммунитетом пациенты, которые тяжело переносят вирус, смогут при соблюдении донором определенных условий. Основным условием, чтобы стать донором плазма фереза и помогать больным, это наличие в анамнезе подтвержденного положительного результата перенесенной инфекции ковид-19. После того, как человек переболел, у него должны сформироваться антитела. На формирование антител минимум уходит 15 суток. Поэтому мы привлекаем в доноры плазма фереза лиц, переболевших инфекцией ковид-19, через 15 дней. Методика забора плазмы опирается на исследования специалистов из Китая, Германии и США. В работу по забору и переливанию плазмы включились и медицинские учреждения Республики Беларусь. В целом, Брестская областная станция переливания крови готова к забору иммунной плазмы. Ведь специальной подготовки не требуется, и для организации получения плазмы все есть. Отличий заготовки плазмы иммунной антиковид-19 от заготовки обычной плазмы нет. То есть мы технически подготовлены, у нас аппараты есть, необходимые расходные материалы. То есть сотрудники наши подготовлены, потому что отличий заготовки этой плазмы нет. То есть это обычная процедура плазмофереза. Все больше выздоровевших от коронавируса пациентов соглашаются сдать кровь ради здоровья, а иногда и жизни других заболевших. И уже звонят в Брестскую областную станцию переливания крови с предложением стать донором для тяжелобольных. А значит, надежда на положительный исход событий есть. Ирина Кузьмич, Идар Дубакунович, Александр Бакаревич. Специально для программы «Итоги недели». В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Коронавирус, пандемия, карантин, самоизоляция. Кажется, что эти слова настолько прочно вошли в наш лексикон, что избавиться от них будет сложно. Как сложно будет всем нам избавиться от эпидемии страха. Страха, который у многих переходит в панику, проникая в мозг людей. Об этом говорят постоянно, об этом пишут и показывают регулярно. Именно СМИ говорят. Ученые, медработники раздувают истерию по поводу COVID-19. А ученые уже констатируют. Длительный страх плюс стресс могут оказать более пагубное влияние на здоровье человека, чем сам вирус. Как защитить себя, свой мозг от паники, связанной с коронавирусом, мы записали большое интервью с врачом-психотерапевтом, врачом с 22-летним стажем Дмитрием Финчуком, который разъясняет, прогнозирует, советует. Смотрите, слушайте, это информативно, это нужно понять и принять. Про это пишут много, активно. Про это пишут, не обладая полнотой информации, что-то додумывая, придумывая, проводя параллели. А люди, которые все это слышат, видят, читают, они, ну у нас многие люди привыкли относиться к средствам массовой информации, как такая истина в последней инстанции. Если по телевизору сказали, значит так оно и есть. Ведь на самом деле это не так. В большинстве своем средства массовой информации, интернет, ну вот так он создан или так у нас принято, акцентируется на каких-то тяжелых, негативных моментах. Не на историях выздоровевших, а на историях, которые там умерли, которые там умирают, на больницах, которые не справляются. Вот там, где плохо и тяжело. На самом деле коронавирус не смертельная инфекция. Это не чума, там не сибирская язва, не оспа, от которой человечество избавилось, которые имели смертность там чуть ли не 90-100%. Коронавирус имеет достаточно низкую смертность. И даже если я заболею коронавирусом, далеко, ну, маловероятно, что я от него умру. Но поскольку люди считают, что если вот как чума, если я заболею коронавирусом, это практически смерть, им становится страшно. Кажется, что все, что происходит на всем земном шаре, ну, благодаря журналистам в том числе, интернету происходит чуть ли не у нас дома. Что все это стало рядом, очень близко. Когда это очень близко, это очень страшно. Кажется, что все вокруг умирают, их много. Когда человек все это видит, кажется, что действительно в мире страшная беда, что мир практически весь вымер, что вот-вот добежит и до меня, и я тоже умру от этого коронавируса. Хотя большинство людей на самом деле, заболевшим, перенесшим коронавирус, они выздоровели. Более того, если посмотреть вот на то, что происходит сейчас в мире, такое ощущение, что мир объединяется, что на самом деле очень много примеров в большинстве своем такого товарищеского, дружеского отношения, вот таких моментов поддержки, мир стал гораздо проще, ближе и как будто теплее. Эта ситуация проявила лучшее качество в людях. Это и самопожертвование медицинских работников, которые там живут в этих больницах, никуда не выходят. Это поддержка от людей, у которых есть деньги, которые жертвуют, устраивают благотворительные аукционы, делятся вот этим, тем, чем могут. Это и люди, которые волонтерят, которые бесплатно доставляют продукты, что-то занимаются. Пожилым помогают, помогают пережить вот это, тем, кто не может сам справиться. И это на самом деле сделало мир теплее и ближе. С этой точки зрения пандемия коронавируса может даже расцениваться как что-то хорошее, что вот сделало мир ближе, теплее. Ну, как на самом деле любой кризис, любая ситуация, которая сначала кажется страшной и ужасной, на самом деле как-то всегда меняя мир, поворачивает его другой стороной, новые возможности показывает. Только объединившись, можно пройти через какие-то испытания. И поскольку это далеко не первое испытание, и далеко не самое страшное на самом деле на человеческом веку, там вот те тысячелетия, которые существует человек, на самом деле это такое. Ну, вот в сравнении там со средними веками, с чумой там или там всемирным потопом, это мелочь. Это вообще вот такая мелочь, которая как будто просто подтолкнула и помогла людям мобилизоваться. Может, так надо было? А я не знаю, у меня нет прямой связи, понятия не имею. Может, и надо было, с одной стороны. С другой стороны, есть такой принцип, например, вот один из принципов философских или психотерапевтических, которые помогают жить без сожалений, что все, что произошло, было неизбежно. Неизбежно, необходимо и случилось наилучшим образом у всех остальных. Мы же не знаем, возможно, если бы не было коронавируса, это была бы там ядерная война или еще какая-нибудь война, или еще что-нибудь было бы. Ну, то, что сейчас отступило как будто на дальний план. Какой совет вы дадите Брещанам нашим телезрителям? Вот как вести себя в этот период? Во-первых, меньше читать жареных новостей. Вот, не погружаться в это все, не отсчитывать статистику, не считать там количество умерших, заболевших. Это, кроме внутренней тревоги нарастающей, ни к чему не приведет. Никто из нас не может контролировать коронавирус. Во-вторых, выполнять те рекомендации, которые даются эпидемиологами, врачами, защитные средства, поменьше лазить, где попало, мыть руки, обрабатывать антисептиком. Все это необходимо. Причем это необходимо даже не столько для того, чтобы не заболеть, но мы все переболеем. Так или иначе, мы переболеем все, причем большинство процентов 90 переболеет легкой формы. 85-90. Большинство даже не заметят. Грипп проявляется более агрессивно, наверное, более заметно. А для того, чтобы не завалить больницы одномоментно, чтобы система могла справляться и помогать, мы не можем содержать систему здравоохранения, которое будет рассчитано постоянно вот на такую эпидемию. Поскольку тогда налоги должны быть там процентов 70 у нас, чтобы это все содержать. Более того, оно, как у нас от прошлой пандемии прошло 100 лет, 100 лет она будет стоять без действия. Просто так. А ее нужно обновлять, все это с ней делать, совершенствовать, вкладывать деньги. Поэтому это бессмысленно. Ну, вообще бессмысленно. Система рассчитана на обычную заболеваемость. Сейчас ее пик. Более того, тяжело переболевают или умирают от коронавируса люди, которые по своему состоянию, скорее всего, посредством гриппа, ОРВИ, умерли бы там в ближайшие 5-7 лет. Офигащие в организме. Да, 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 так и так. Мы же все смертны. Так, ну, оно вот так. Сейчас оно просто как будто вот сплотилось в один месяц. Ну, и людям становится страшно. Поэтому выполнять рекомендации, чтобы не завалить систему. Ну, если система рухнет, как в Италии, например, вот, там просто не потому, что там какой-то страшный вирус, потому что система не выдержала, и они не смогли оказывать помощь. Вот. И если есть тревожность, если есть тяжелые чувства, обращаться за помощью к специалистам, не жить в этом. Поскольку страх — это чувство, ну, тревога, страх — чувство, которое требует от нас действия. Очень тяжело, когда человеку страшно сидеть без дела, ничего не делая. Хочется бежать, что-то делать. И, а при эпидемии нужно сидеть на месте. Если бежать, то эпидемия будет разрастаться. И это было всегда, и карантинные мероприятия, основанные именно на этом — остановить. Эта ситуация завершится. То есть мы, как вид, к этому вирусу адаптируемся. Нам нужно на это время. И вот это время нужно пережить так, чтобы как можно большее количество людей смогло адаптироваться, а не попасть в ситуацию, когда невозможно будет оказать помощь. В ситуации с любой эпидемией, с любым кризисом, главное — не допускать паники, не заводить народ. Потому что если толпа заведется и побежит, остановить ее будет очень тяжело. В этой ситуации стоит вот, ну, как бы там ни было, мы это переживем. Это новости Бреста. События, люди, явления за неделю. К ним обращаются за помощью или просто за советом. Есть такая профессия — депутат. Народный избранник — это связующее звено между властью и людьми. Они отстаивают интересы своих избирателей, помогают в решении разных вопросов, ведут законотворческую деятельность. То есть совершенствуют белорусское законодательство. Они берут ответственность за судьбу страны и за судьбы людей. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси регулярно проводят личные приемы горожан. На этой неделе они прошли в формате прямых телефонных линий. Звонки принимал Евгений Зайцев. Он человек в системе управления не новый. И Марина Васько, которая в статусе депутата около полугода, но уже успела зарекомендовать себя. Наши корреспонденты понаблюдали за работой народных избранников и пришли к выводу, быть депутатом – не такое простое дело. Евгений Зайцев – человек в системе управления не новый. Бывший военком, имеет большой управленческий опыт, умеет работать с людьми. Был в должности депутата городского и областного совета. Пять месяцев назад его избрали в Палату представителей. В своей законотворческой деятельности обращает внимание на все детали. Будущий закон должен быть прописан внимательно. К слову, сегодня в Палате представителей рассматривается более 50 законопроектов. Приоритетными для Евгения Зайцева являются два из них. 2 апреля при открытии сессии докладывал проект закона об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь. В 2019 году Конституционным судом было внесено представление о несоответствии норм законодательства и ущемлении прав наших граждан. Советом министров был разработан законопроект. И вот в первом чтении он принят. Я считаю, что это важный, скажем так, момент для соблюдения конституционных прав наших граждан, когда принимаются решения по вновь открывшимся обстоятельствам в уголовных делах. И когда прокурор имел право или открыть данное уголовное дело, производство, или своим решением закрыть это решение. Раньше гражданин мог это решение обжаловать только вышестоящему прокурору. И прокуратура принимала в этом решение. Сегодня данный законодательный акт дает права гражданам обратиться в суд на неправомерное решение, или может быть на решение, которое гражданин хочет оспорить, решение прокурора. Этот закон принят в первом чтении. Сейчас на рассмотрении находится законопроект по личным и персональным данным. Это законопроект, который будет рассматривать отношения граждан к вопросам использования их личных данных. За несколько часов в телефонной линии депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Евгения Зайцева поступило несколько обращений. В его избирательном округе более 61 тысячи человек. В основном это жители юго-западной части Бреста и района сельской местности. А потому характер обращений достаточно широкий. Связаны и с удаленностью от районного, скажем так, областного центра. И вопросы, связанные с трудовой деятельностью, с экономикой организации сельскохозяйственных предприятий. Более такое, может быть, социальные вопросы. Конечно же, вопросы и трудоустройства, и обучения. Поэтому округ наиболее интересный, мне кажется, все-таки всех наших корней, они там, в сельской местности, там, где наша малая родина. И, конечно же, сегодня в этих условиях, сложнейших условиях экономики, и хотелось бы поддержать тех, кто сегодня создает нам благо. Тех, кто трудится на земле, тех, кто трудится в сельском хозяйстве. А вот профиль комиссии, в которой работает Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сконцентрирован на сферах культуры, науки, образования. Ситуация с коронавирусом стала поводом взглянуть на систему обучения с другой стороны. Вопросы о перспективах дистанционного и удаленного обучения оказались особенно актуальны. И сегодня отдельные законодательные нормы уже прорабатываются. Стал очень острый вопрос о дистанционном обучении. И, конечно же, в сегодняшней редакции Кодекса Республики Беларусь отсутствует этот блок законодательный по организации дистанционного обучения. И, соответственно, мы видим этот пробел в законодательстве. И наша комиссия, членом которой я являюсь, постоянная комиссия по образованию, культуре и науке, ведет работу по рассмотрению изменений и внесению изменений в Кодексе Республики Беларусь касательно организации дистанционного обучения. Хотя тема COVID-19 сегодня стала приоритетной во всех новостных лентах, люди ждут помощи от депутатов в насущном в том, что их интересует лично. И быть услышанным здесь также важно. Как правило, тема и поднимаемые вопросы злободневны. Это городское благоустройство, работа коммунальных служб и даже развития садовых товариществ. Ко мне, например, обратились члены садоводческих товариществ с конкретным вопросом о внесении изменений в земельный кодекс Республики Беларусь. Так что в этом плане будем работать. Сделан запрос в госком имущество по соответствующей проблеме. А также их обращение было передано в соответствующую профильную аграрную комиссию в Палате представителей национального собрания. И кроме этого, хочу сказать, что обрещание стали поднимать и такие настоящему социально значимые вопросы, которые опять же касаются, например, усиления практической части преподавания учебных дисциплин в учреждениях высшего образования. То есть их интересует и такая вот направленность, такая проблема. Да, не всегда затрагиваемые в рамках общения с депутатами вопросы присущи исключительно комиссиям, в которых работают народные избранники. Однако эти темы не остаются в блокнотах и дальше передаются в профильные структуры. И тогда реализуется главная цель работы депутатского корпуса – решать вопросы и брать на повестку те моменты, которые актуальны в первую очередь для людей. Действительно, жизнь в городе, в стране продолжает идти своим чередом. У каждого из нас есть свои дела, проблемы и, что немаловажно, планы. Сегодня они, конечно, по многим моментам нарушены, но все когда-либо заканчивается, и мы начнем жить в привычном режиме. Будем думать и о том, как восполнить свои финансовые потери. Речь в следующем материале пойдет о сдаче квартир в краткосрочную и долгосрочную аренду. Отвечать на вопросы будут эксперты – представители налоговой службы города Бреста. Город Брест со своей тысячелетней историей сегодня достаточно привлекателен для туристов. К нам едут семьями, поодиночке, компаниями. Не каждый турист хочет жить в гостинице. Есть альтернатива – краткосрочный съем квартиры. Многие брещане готовы предоставить такую услугу, но здесь есть нюанс. Эта деятельность облагается налогом. Брещанка Светлана Баярская, понимая это, обратилась в налоговую инспекцию с вопросами. У меня в собственности есть квартира. Для того, чтобы сдавать ее по суткам, надо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или нет? Осуществлять деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания физическим лицам нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого необходимо, первое, главное, чтобы квартира была в собственности физического лица и сдавать эту квартиру необходимо только физическим лицам. Если договор будет составлен с юридическим лицом, здесь уже возникает обязанность регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с выбором любой системы налогообложения. А сколько суток максимум включает в себя понятие краткосрочный период для данного вида деятельности? Краткосрочность это подразумевает до 15 суток. Все, что выше 15 суток, уже считается предоставлением мест на более длительный период. Поэтому до 15 суток это сутки, двое, трое, пожалуйста, до 15 это считается краткосрочностью. Об уплате налога. Для осуществления деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя человеку следует встать на учет в налоговом органе, также до начала оказания услуг уплатить единый налог. В Бресте его сумма составляет 100 рублей 5 копеек за одно помещение по одному договору. Следует учитывать и тот факт, что предоставлять места для краткосрочного проживания, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, могут только белорусы с правом собственности на квартиру. Квартира в собственности моей. Сможет ли муж сдавать ее по суткам? Если квартира приобретена в общей собственности супругов и отсутствует брачный договор, который ограничивает право распоряжаться данным жилым имуществом, то супруг вправе точно так же предоставлять квартиру по краткосрочности, но обязательно с уплатой единого налога. Один из вопросов Светланы Боярской – есть ли отличия в осуществлении квартироздачи на сутки по заявительному принципу и в качестве ИП. Индивидуальные предприниматели при занятии деятельности краткосрочности, они вправе выбрать любую из трех систем налогообложения, которые действуют в Республике Беларусь. Это уплата единого налога, также в размере 100 рублей 5 копеек. Можно применить упрощенную систему налогообложения, уплачивать 5% в отваловой выручке, либо применить общую систему налогообложения, где ставка 16%, но здесь с дохода вычитаются расходы, документально подтвержденные. Предусловно, у индивидуального предпринимателя есть свои обязанности. Это предоставляет соответствующую отчетность в соответствующие периоды, и принимать наличные денежные средства по бланкам строгой отчетности. До сегодняшнего дня было очень много сомнений, как мне лучше все-таки сдать квартиру на сутки, регистрировать ИП или как физлицо. Но спасибо Инне Николаевне, она развеяла все мои сомнения. Я получила очень грамотную консультацию. Мне все стало четко, ясно и понятно. По полочкам. Да, разложила по полочкам. И я поняла, что проще сдать как физическое лицо и жить себе спокойно, заплатив налог. Неважно, есть у человека в собственности квартира или здание, в любом случае за имеющуюся недвижимость он платит налог. Если же капитальное строение, сооружение и его часть сдаются, то в этом случае законодатель разделил степень ответственности между владельцем и арендатором. Все зависит от того, как оформлен последний. В случае, если физическое лицо передает собственное капитальное строение в аренду организации, то статус плательщика налога на недвижимость переходит к этой организации. Это означает, что в такой ситуации физическое лицо не уплачивает налог на недвижимость. Эта обязанность возникает у организации-арендатора, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором имущество передано ей в аренду. К примеру, если имущество передано для использования организации в феврале, декларацию по налогу на недвижимость организации следует подать не позднее 20 июня, а уплатить налог не позднее 22 числа этого же месяца. Следует обратить внимание на то, что физическому лицу-арендодателю и организации-арендатору необходимо предоставить в налоговый орган по месту постановки на учет копии акта приемки передачи с приложением договора аренды в течение 30 дней с момента составления документа. В ситуации, когда физическое лицо, являющееся собственником помещения, передает его в аренду индивидуальному предпринимателю, статус плательщика налога на недвижимость к индивидуальному предпринимателю не переходит. То есть налог в данной ситуации уплачивает физическое лицо собственник. Иногда индивидуальный предприниматель-арендатор передает объект аренды в субаренду юридическому лицу. В такой ситуации плательщикам налога на недвижимость также признается физическое лицо – собственник капитального строения. Коронавирус внес изменения в нашу привычную жизнь, но жизнь в городе не остановилась, как доказательство нашей новости. Мы каждый день в эфире освещаем разные события и не играем на страхах зрителей. Стараемся мыслить позитивно, не терять информационный пульс города. Отслеживаем все, что происходит в Бресте. На этой неделе, к примеру, заработали все городские фонтаны. Ввысь устремились в тонны воды. Кстати, включили и новый фонтан, плавающий, и он стал настоящим украшением городской набережной. Кроме этого, активно ведется кампания по посадке цветов. Бегонии, питонии, сурфинии, пеларгонии украсили клумбы, создав тем самым, как минимум, хорошее настроение. Сегодня это важно, как никогда. Первым проснулся главный фонтан центральной городской улицы Советская. Перед сезоном мастера ДЭПа проделали большую подготовительную работу. Оценить, все ли готово к запуску, прибыл мэр Бреста Александр Рогачук совместно со специалистами дорожно-эксплуатационного предприятия. Все готово. В городе Бресте на балансе Кубрияской ДЭП в полной боевой готовности находятся шесть фонтанов. Они работают с 1 мая. По утвержденному графику работают. В выходные и праздничные дни работают фонтаны с 10 утра до 10 вечера, а в будние дни с 17.00 до 21.00. Всего в этом году в Бресте будут работать 10 фонтанов. Один из них – новый, плавающий. Он стал настоящим украшением городской набережной. Струи воды бьют вверх. Высота центральной достигает 19 метров. Красиво. Но в вечернее время станет еще эффектнее. Конструкция будет работать с подсветкой. Зажурчали и другие фонтаны. На Ленина, Джаникидзе, набережной ДК «Профсоюзов» возле гостиницы «Интурист». Какой ваш самый любимый фонтан в городе? Вообще я из Минска, поэтому мне нравятся все фонтаны Минска. Но обрез тоже. Подтягивается. Ну, в принципе, да. Город шикарный. В прошлом году, когда его включили, самой большой радостью было попасть под воду. Там с той стороны. И посмотрели уже сегодня как раз фонтан, который на площади, на центральной площади. Все очень радует, очень приятно, несмотря на холодную погоду. Самый любимый – это тот, который стоит возле автовокзала и ЖД вокзала. Мне очень нравится именно вот этот фонтан. И вот вечером, когда он лучший светится, это очень красиво. Водному украшению Бреста горожане рады. Но не меньше привлекают внимание обновленные цветочные точки. Город надел свой самый лучший наряд необычными композициями. Ландшафтные дизайнеры удивляют брещан каждый год. А в этом году еще и цифрами в 2020-м планируется высадить 600 тысяч цветочной рассады. На данный момент мы работаем на улице Мицкевича, улице Гоголя, ЦУМ. Подготовка городского парка 1 мая. Входная группа в парк уже на данный момент тоже посажена. Выставлены арки по улице Московской. Но в связи с низкими температурами в вечернее и ночное время, мы еще немножко не активизировались в полную мощь. Как видим, городская жизнь не зашла в тупик. Все идет своим чередом. И это, безусловно, положительная новость. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Эдуард Букунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Это были главные события Бреста. Какими их увидели мои коллеги, журналисты Бук-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Итоги следующей семидневки подведем в следующем эфире. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. А пока всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова